Египет начал создавать программы поддержки индустрии туризма на юге Синайского полуострова и на курортах Красного моря. Министр туризма страны говорит, что отрасль уже пострадала из-за войны между Израилем и Хамас в Газе. «Пока это сказывается на клиентах, которые приобрели туры по региону, поскольку туристический сектор в Израиле практически закрылся. Именно здесь мы видим наиболее значительное влияние. Но в целом это затронуло только 10% общего количества бронирований в Египте». Туризм – ключевой источник дефицитной иностранной валюты для Египта. В этом году страна надеется заработать на отрасли более 13 миллиардов долларов и достичь цели в 15 миллионов посетителей. При этом рейтинговая компания S&P Global предупредила в понедельник, что спад в туризме из-за конфликта может вызвать серьёзные проблемы. Влияние, вероятно, также ощутят Ливан и Иордания, поскольку путешественники откладывают или отменяют отпуск на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Впрочем, египетский министр настаивает, что туристы не испугались. «Люди понимают геополитику и то, что курорты Красного моря далеки от происходящего в регионе. В сезоне с декабря по февраль мы снова наблюдаем значительное увеличение количества бронирований». Что касается помощи, то Египет предлагает дополнительные льготы в размере 500 долларов за каждый рейс в Шарм-эль-Шейх. Он также тесно сотрудничает с авиалиниями и оптовыми и розничными продавцами. Шарм-эль-Шейх находится примерно в 360 километрах к югу от средиземноморского побережья Синая, граничащего сектором газа.